Они не только вписываются, они являются, по сути, сердцем, мне кажется, городов. Потому что нам кажется, мы по Москве ходим, что вроде как много исторической застройки. Ну вот, да, в пределах Садового конца. Да, она сколько стоит, 600 лет строила. И все как бы спрашивают, ну как бы даже, может, многовато, вот это снесем, то снесем. И такого, ну как бы, я много езжу по России, и как бы все время руки тянутся что-то с ней сделать. А если посмотреть в целом, вот сколько у нас исторической застройки в стране, от общего количества домов, это 5%. Вот представьте, да, вот это сколько-нибудь, 5 человек из вас, это исторические дома, а все остальные, это как бы вот застройка там 60-х годов. Улица строителя, я помню, да-да-да. Да, соответственно, ну с моей точки зрения, к ней нужно относиться настолько бережно, потому что у нас ее 5, это и так, значит, очень мало. Еще деревянная, она же гниет. Ну, есть методики, как это сохранять, и, кстати, вот у вас там будут дальше примеры, ну один из вариантов возможных подходов. Но относиться к ней как к чему-то, что как бы, ну является самой ценной частью города, и как бы не пытаться что-то с ней делать. Ее надо сохранять, ее надо беречь, и как бы это, собственно говоря, та история и города, в котором мы можем проживать, ну живя в этом. Ну и туристы туда же едут, они же едут не в девятиэтажке смотреть, а что-то интересненькое и что-то вкусненькое такое. Ну, туристы едут за впечатлениями. Вот. Но они не на девятиэтажке смотрят.